SCP-122. Больше никаких монстров. Объект номер SCP-122. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. SCP-122 следует хранить в стандартной камере содержания, оборудованной одной электрической розеткой. Спальни персонала не должны находиться ближе, чем в 500 метрах от места содержания. Ни в коем случае SCP-122 не следует отключать от источника электричества. Резервные системы питания следует регулярно обслуживать и проверять. В случае появления SCP-122-1, 35 членов персонала зоны, назначенные на этот объект, должны собраться за пределами камеры содержания и приготовиться к сдерживанию. Если существа проявят агрессию, следует активировать процедуру 99-RENMAR. При задействовании процедуры 99-RENMAR все члены группы сдерживания занимают установленные позиции внутри и вокруг камеры в целях предотвращения нарушения условий содержания. Двое обслуживают портативный генератор питающее оборудование, используемое в процедуре 99-RENMAR. Трое должны быть оснащены отравляющими веществами раздражающего типа, созданными как побочный продукт SCP-1837 и как установлено оказывающими замедляющее воздействие на особи SCP-122-1. После того, как все экземпляры SCP-122-1 подавлены достаточно для безопасного входа, пятеро субъектов входят в камеру с содержанием и при помощи удлинителя, подключенного к генератору, возвращают SCP-122 во включенное состояние. Эти сотрудники считаются потерянными после входа в камеру с содержанием SCP-122 в связи с его эффектом. Оставшиеся члены группы формируют резерв. Они должны быть наготове, чтобы занять место вышедших из строя сотрудников. Описание. SCP-122 представляет собой детский ночной светильник, стилизованный под падающую звезду. Будучи подключенным к электропитанию, он производит 14-20 люкс. Ни на поверхности объекта, ни внутри его компонентов производитель не указан. Будучи отключенным от электропитания, SCP-122 оказывает влияние на всех субъектов, находящихся в радиусе 500 метров от его местоположения. Когда субъекты входят в фазу быстрого сна, они впадают в кматозное состояние, в котором остаются до включения SCP-122. Пока субъекты находятся в коме, из любой тени возле них появляются гуманоидные фигуры, состоящие из черной слегка прозрачной массы. В дальнейшем SCP-122-1. Особи SCP-122-1 проявляют признаки разумности и сознания. Их физические возможности примерно соответствуют таковым у пострадавших субъектов. Они пытаются найти как можно больше людей и подвергнуть их эффекту SCP-122. Пока растет число субъектов пострадавших от SCP-122, радиус его действия расширяется. Максимальный зарегистрированный при экспериментах радиус составил около 2.7 км. Особи SCP-122-1 пытаются найти и применить к субъектам все пригодное для стимуляции сна. Как то, снотворные, традиционные лекарственные средства, используемые в качестве лечения бессонницы. Подушки, одеял, матрасы и каркасы кроватей. Аудиозаписи, подходящие для использования в качестве колыбельных. Во включенном состоянии SCP-122 влияет на характер сна всех субъектов в пределах своего радиуса действия. Если субъект пробуждается из состояния быстрого сна в радиусе действия SCP-122, он проявляет признаки бессонницы и жалуется на необычные сны. Эти сны способны вызвать незначительные психические расстройства. Поэтому весь персонал должен проходить еженедельные психологические обследования. Смотрите инцидент 122-1. SCP-122 был обнаружен в детской больнице Линнелла после того, как несколько сообщений о появлении SCP-122-1 достигли локально внедрённых агентов. В ходе исследования области обнаружилось, что все субъекты, пребывающие внутри здания, пострадали от SCP-122. Обнаруженные документы свидетельствуют, что объект принёс пациент при госпитализации. Однако никаких сведений о его личности не было найдено. Агенты предприняли меры безопасности, подключив SCP-122 к портативному источнику питания и привезли его в зону 19. Приложение 122-B. SCP-122 реклассифицирован как КЕТР после инцидента 22-1 и перемещен в милитаризированный спецхран участок содержания 2. Инцидент 122-1. 11 особей SCP-122-1 нарушили условия содержания, в результате чего погибло более 100 членов персонала зоны, было ранено. После повторной операции сдерживания условия содержания SCP-122 были пересмотрены. В ходе этого пересмотра была обнаружена запись с камеры наблюдения, на которой несколько сотрудников взламывали замок камеры SCP-122. Будучи допрошены, субъекты утверждали, что они сделали это под давлением и рассказывали о канарейке, которая не давала им спать, пока они не выпустили SCP-122. Пострадавшим субъектам введён амнезиак класса А. Условия содержания пересмотрены, запрошено повышение класса до КЕТРа. Субтитры создавал DimaTorzok